Привет! Сейчас мы смотрим вторую часть из такого цикла шести замечательных ножей, которые вряд ли я бы себе когда-то смог позволить. Все они очень интересны, все они очень ценные, и многие из них на самом деле кастомы, что это не просто кастомная серийная модель. На самом деле есть пару ножей, которые делаются только в кастомном варианте, делаются с нуля, нет никакого модельного ряда. Но сейчас во второй части этого видео мы с вами поговорим о, наверное, таком наиболее простом в плане исполнения ноже. Это серийный нож вот такой замечательной компании, компания Extrema Ratio. Это ножи, которые производятся в Италии. Это нож, точнее вся линейка ножей предоставлена исключительно в тактической серии для военных, для каких-то таких специфических нужд. Сегодня мы поговорим о модельке Dark Talon BF3. BF3 значит, что это Basic Folder. Значит, сразу хочу предупредить, что хозяин этого ножа предупредил, что он решил немножко не то, чтобы откастомизировать этот нож, а он попытался как-то придать ножу немножко цепкости, потому что все ножи этой фирмы отличаются тем, что они изготовлены из такого очень хитрого алюминиевого сплава, анодированного, который называется Anticorodal. Это такой вот, на самом деле, я не знаю больше ни одной фирмы, которая использовала бы этот сплав на своих ножах. Он отличается высокой стойкостью, высокой твердостью, скажем так. Это алюминиевый титаний или титан алюминиевый, в общем, как-то так. Ну, в общем, хозяин этого ножа сделал вот такую вот вещь, для того, чтобы нож был не такой скользкий в поюзе. И у него была возможность наклеить сюда настоящую кожу ската. На самом деле, сразу как бы хозяин ножа предупредил, что говорит, ты там не смотри на качество исполнения, я это сделал неаккуратно, очень торопился, все остальное. На самом деле, я вам скажу, что вы видите, да, какая структура у кожи ската? Кто-то скажет, похоже на кирзу, кто-то скажет, на какие-то пупырки. Но на самом деле, отрезать вот это, ну, просто на самом деле невозможно, потому что вот эту пупырку перерезать пополам, это крайне-крайне сложно, при том, что вы посмотрите, на самом деле, какая толстая кожа. Все-таки скаты такие обладают одной из жестких таких кожных покровов. И недаром такую вещь ставят на самурайские мечи для улучшения сцепки. Но все вы всегда видели, что мы видим только ромбики из этой вот кожи ската, потому что, на самом деле, все остальное закрывается вот этой вот лентой, для того, чтобы не было тоже видно вот этих вот краев. Но на самом деле, ощущение от самой кожи ската очень приятное. Я с удовольствием бы заимел немного такого материала, тоже поставил бы в каком-нибудь исполнении на один из своих ножей, потому что мне очень нравится. И на самом деле, вы знаете, что даже на этом ноже выглядит неплохо. Ну, теперь вернемся к ножу. Мы видим надпись Dark Talon BF3. Нож очень большой, но при этом достаточно легкий, именно из-за того, что используется этот алюминиевый сплав антикородал. Очень глубокая, удобная клипса. Очень аккуратная, узкая рукоятка, которая позволит носить нам нож в любом положении, там, в кармане пиджака, в джинсах, где угодно. Ну, а теперь поговорим о клинке. Вот такой интересной формой клинок и сам нож. На самом деле, вот эта кожа ската придает ножу такой вид не европейца, а на самом деле какого-то такого японца. Клинок, наверное, самый тонкий из всех Extreme Ratio, потому что Extreme Ratio отличается тем, что у них всегда очень толстые, мощные клинки. Сталька здесь, как и практически на всех, Extreme Ratio N690. Очень классная сталь. Я уже успел поработать с ней не на этом ноже, а на другом. Это такая мощная ванадевая зверюга с достаточным количеством углерода, которая будет выдерживать достаточно серьезные нагрузки. Покрытие здесь тоже очень интересное. Это там никакой ни карбид титана, ничего такого. Тоже специальная разработка компании Extreme Ratio. Покрытие называется MIL-C 1392-4, что ли, в общем, такое тяжелое, сложное название. Но, несмотря на все это, нож создает такое очень приятное впечатление. Может быть, он такой совсем не хозяйственно-бытовой, в смысле, именно на досточке не порежешь ничего, потому что имеет абсолютно плоскую режущую кромку, что на досточке будет неудобно резать что-то. Но, опять же, изловчиться можно. Если кому этот нож нравится, я думаю, тот всегда найдет возможность даже им резать, потому что мы знаем кучу примеров, да, в интернете. Куча людей режет такими ножами, которыми мы думаем, что он только дрова может колоть, но при этом они им довольны. Нож произвел на меня только положительное впечатление. Достаточно такие толстые лайнеры. Клиночек здесь очень большой, клиночек здесь 12 сантиметров. Рукояточка у нас порядка 15 сантиметров. При этом вес ножа всего 125 грамм. Мне это очень нравится тем, что понятно, что этот нож больше рассчитан на какое-то боевое применение, что, может быть, из-за толщины им особо не откроешь дверь, но, тем не менее, на укол, на проникающий, я думаю, что этой штуке немного конкурентов. Ну и, в общем, такой достаточно большой, но при этом легкий нож. Я не могу сказать, что он джентльменский, но я не могу сказать, что он обладает вот этой тактически пугающей внешностью. На самом деле, нож приятен, и я вам честно скажу, что вот я сейчас сижу, смотрю, разговариваю с вами, смотрю через камеру, и я понимаю, что все-таки вот эта вот кожа ската придает ему вот вид именно японца, а не такого чистокровного европейца, да, что, ну вот, она так приятно еще блестит на лучах, которые падают из окна, поэтому нож на самом деле приятный. Вот, ну, это тоже не самое интересное в этой коллекции, но тоже не менее интересное, потому что экстремратию я бы, наверное, вряд ли себе когда-то либо позволил, именно по той причине, что это такие больше тактические ножи, но я думаю, вот этот нож для меня открылся с такой приятной стороны, из дизайна экстремратию вот сразу видно вот эта вот такая вот фрезеровочка, вот, ну, на самом деле нож такой достаточно приятный, вот. Поэтому, опять же, в этой серии это не самое-самое, что меня впечатлило, но тем не менее. Поэтому спасибо, смотрим третью часть. Нож мне очень понравился, и тем, кто не решался его до этого купить, то вполне можно, если вам нравится такая форма. Опять же, я забыл показать очень важную вещь, и не знаю, насколько вам будет это видно. Меня, как бы, очень удивило, если честно, качество заточки на серийном варианте. Это не просто, там, какое-то грубое. А вы видите, что все-таки тут заканчивали гораздо на более мелких абразивах, на более мелких лентах. Не знаю, что-то камера у меня сегодня совсем дуркует, не хочет фокусироваться. Давайте вот так попробуем. В общем, я не знаю, насколько камера передает, но вы видите, что край покрытия не потерт, в смысле, это не паста. Вот так вот нож был из коробки, потому что нож ни разу не точился, и вот такое вот у него покрытие. Тут, конечно, не зеркало, но, тем не менее, достаточно так неплохо все выведено. Видно еще, где-то проблескивают рисочки, от ленты гриндера. Но, тем не менее, очень даже неплохо. Поэтому всем спасибо. Смотрим дальше третью часть. Там у нас начинаются по-настоящему интересные вещи. Всем спасибо.